привет сегодня блокнот воронеж погуляет по центру города а компанию нам составит спортсмен блогер и просто хороший человек который передвигается на коляске артем быкодоров мы проверим удобен ли воронеж для маломобильных групп населения ну и заодно протестируем коляску артема на прочность а где ты вообще гуляешь жилой массив олимпийский это европа наверно один район в городе воронеж который полностью оборудован для колясочек вот попрошу заметить сквер куцыгина как раз у облдума вот такое состояние колеса ломаются подшипники портятся а коляски выдают раз в пять лет как тебе не очень хорош ты спортсмен ты сильный ты занимаешься тебе легко да дал 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 ну блин конечно нет это страх я мог сейчас упасть сильно сломать себе что-нибудь например не дай бог я много раз падал на спину переворачивался потом в городе как раз из-за таких неудобных подъемников да да потому что что-то получалось не так как надо было а как тебе вообще люди помогают когда ты пытаешься куда-то добрать да конечно есть да иногда даже помогают когда я не прошу вот у нас нет пандусов например вот 6 подъезд в управительство нет пандусов как туда забирается никак невозможно а как ты думаешь почему вот чиновники строя свое здание не предусмотрели пандусы для колясочек ну потому что они нарушить закон и все сантиметр 13 почти 10 даже у главного входа правительства нет пандусов почему наш уважаемый александр викторович гусев не хочет чтобы колясочники поднимались к нему непонятно что ты вообще скажешь про общественный транспорт я в нем не езжу потому что он у нас здесь в воронеже не приспособлен я не говорю то что за большие автобусы может быть да но вот про маленькие маршрутки как я на них буду ездить когда в принципе большинство маршрутов по городу воронеже везде маленькие маршрутки и передвигаться на общественном транспорте это невозможно поэтому ты передвигаешься на такси исключительно везде передвигаюсь на исключительно на такси и средний чек за одну поездку сколько 200 рублей а вообще легко ли тебя берут таксисты не какой-то водитель может не взять коляску искать в этом в багажнике лежит баллон или что-то еще а в салон не каждый водитель чисто по-человечески кладет коляску и везет туда куда мне нужно получается из-за такого общественного транспорта тебе выходят в копеечку твои передвижения большую копеечку большую копеечку даже сюда приехать я одна машина от меня отказалась не знаю почему пришлось вызывать другую поэтому я задержался как тебе такой же для меня нормально а вот сейчас люди прошли с коляской а вот молодым мамам с коляском будет неудобно ребенок спит его на трясти папами другая коляска я бы там не зашел в чем плюс твоей коляски это мало это активная коляска дорогая но смотри такие препятствия не разве не портит ее не расшатывает это портит конечно и сколько она вот в таких условиях может прожить я не знаю как пользоваться и но она ломается аккуратно у меня уже там рамы сломаны от массаж по ступенькам прыгать а так есть такие картины где я вообще пройти не могу мне приходится пилить там метров 300-400 и обходить один бордюр на который нет захода проспект революции главную нашу улицу воронежа начали реконструировать за полмиллиарда рублей что за эти деньги должны сделать в первую очередь для колясочников чтобы не было бордюров чтобы были везде пандусы и безбарьерный проход чтобы люди в колясках могли себя чувствовать максимально удобно и комфортно и не искать обходы и выходы просить кого-то помощи ведь можно встретить доброго человека на дороге а можно нет и стоять ждать пока тебе кто-то поможет забраться на этот бордюр ну ладно с помощью забраться ты же можешь удариться ты можешь перевернуться сломаться коляска может если ты можешь упасть и самому себе навредить я тоже много раз падал бог отвел я если ничего не сломал и не повредил так было много ситуации мы сейчас по просекту революции самостоятельно проехаться нет возможности а как вообще оцениваешь состояние проспекта революции по какой больной шкале на троечку артем мы с тобой прогулялись по всему проспекту революции отлично правило конечной точки это подземный переход и петровского сквера но к сожалению здесь нас ждало разочарование здесь нет пандусов как тебе и волосы по такому безобразию трудно и страшно я могу упасть и что-нибудь сломать свет спуститься ты спустился а как подниматься не знаю буду ждать кого-нибудь людей прохожих чтобы чтобы меня подняли и занесли туда получается сам я нет я здесь могу сидеть и ждать получается спустился и оставлю западу попал да все я в ловушке